Всем привет! Вы на канале Старый Ньюз. Большая перемена – один из любимейших фильмов советских телезрителей. Актриса Наталья Бугунова сыграла Светлану Афанасьевну в данной кинокартине. Немногие знают, что в жизни у женщины были большие трудности и довольно печальная история. Наталью можно отнести к тем актерам, которых полюбили не за историю и публичную жизнь, а непосредственно за талант и умение работать перед камерой, способность протянуть руку через экран телевизора и дотронуться до сердца. 8 апреля 1948 года в Ленинграде родилась девочка. Повзрослев, она мечтала стать профессиональной балериной и поэтому усердно трудилась над собой. Она любила наблюдать за грациозными движениями девушек, которых видела на улице. По счастливому случаю танцевальное училище оказалось совсем рядом с домом. Наташа упорно шла к своей цели, и с 9 лет начала заниматься с учителем хореографии балериной в прошлом. Маленькая девочка так усердно трудилась, что ей позавидовали бы даже взрослые. Так же, как и все остальные девочки балерина, Наташа чаще всего играла роли снежинок и бабочек. Как-то раз во время урока в студию пришел режиссер Игорь Таланкин. Он искал актрису для своего фильма «Выступление» на роль девчушки Вали. Едва он увидел Наталью, ему сразу захотелось позвать ее на пробы. Однако саму девочку перспективой сниматься в кино не особо интересовало. Ведь она полностью погрузилась в работу и мечты о большой сцене. Но Игорь все же смог уговорить ее, и впоследствии Наташа всю жизнь радовалась тому, что не упустила этого шанса. Еще через пару лет режиссер Михаил Калик позвал ее сняться в фильме «До свидания, мальчики». Здесь вместе с ней снимался юный Михаил Кононов. С ним Наталья встретилась спустя 10 лет во время съемок картины «Большая перемена». Фильм «До свидания, мальчики» снимался на протяжении 6 месяцев в Евпатории на море. И со временем Наталья поправилась, чего исправить у нее не получилось. Тогда-то ей пришлось забыть о балете. Но кино все больше и больше завлекало ее. Едва окончив школу, она подала документы в театральный институт. Уже в 17 лет девушка была довольно популярной актрисой. Позже Наташа решила поехать в столицу и подала документы во все театральные институты Москвы. Все получилось и ее приняли во ВГИК. Она даже не окончила первого курса, как ее пригласили на пробы в фильм «Бегущая по волнам». Снявшись в картине, девушка погрузилась в учебу, с тем же усердием, с которым стремилась стать балериной. Перейдя на второй курс, Наталья вышла замуж за студента факультета режиссуры ВГИКа, Александра Стефановича. Ему было 23 года, а ей лишь исполнилось 20. Уже после обучения Александр снял немало художественных фильмов, но при этом ни в одном из них не присутствовала Наталья. Однако вначале им пророчили перспективный творческий дуэт. В работе не срослось, может повезет в личной жизни. Нет, супруги развелись спустя 7 лет после свадьбы. Некоторое время спустя актриса снялась в своем самом известном фильме «Большая перемена» и благодаря роли Светланы прославилась на всю страну. Сначала на роль Светланы Афанасьевны претендовала актриса Светлана Крючкова. Поговаривают, что во время работы Светлана так сильно вжилась в свой образ, что во время съемок ссоры с Ганджой она всерьез укусила Збруева, исполнителя роли Ганджи, за палец. Крючкова все же участвовала в фильме «Большая перемена», но в роли Нелли Ледневой. А девушку на место Светланы Афанасьевны пришлось искать еще длительное время. Фильм прогремел по всей стране и вмиг стал культовым. Когда его транслировали по телеэкранам, улицы пустели. Актеры, принимавшие участие в кино, сразу стали узнаваемыми и уважаемыми. Совместная работа с Бруева и Натальей выглядела столь слаженно, что многие зрители всерьез считали их мужем и женой. Некоторое время спустя девушка снялась в фильме «Умные вещи». К сожалению, это была ее последняя роль в «Большом кино». После нее Богунова снималась в лишь небольших кинокартинах. В первой половине 90-х годов Наталья снялась в последний раз в кино «Бег по солнечной стороне». Всему виной трагический случай, произошедший с ее матерью и приведший гибели. Актриса замкнулась в себе, перестала общаться с прессой и не выходила на публику. Дальше еще хуже. Наталья заболела шизофренией и перестала выходить на улицу. Душевная боль, ненужность, отсутствие личной жизни, вот так сложилась судьба молодой и известной актрисы, подававшей большие надежды. 9 августа 2013 года у нее произошел сердечный приступ, и она покинула этот мир. Единственное ее наследие – добрая и светлая Светлана Афанасьевна, которая и по сей день заставляет улыбаться неравнодушных зрителей. Редактор субтитров А.Семкин